Добрый вечер! Основные события дня в материалах наших корреспондентов. В студии Елизавета Лосева и коротко о главном. Обещанного полгода ждут в Ростове жильцы полуразрушенного дома. Шесть месяцев в даре компенсации от государства. Ветераны необъявленной войны, воины-интернационалисты, почтили память сослуживцев. Глава региона пообещал помочь семьям погибших. Донские голоса зазвучат в Олимпийском парке. Участники сводного хора отправились в Сочи для подготовки к церемонии закрытия игр. МИД России настаивает на осмотре летчика Константина Ярошенко российскими врачами. Речь идет о полноценном обследовании. В последние дни у летчика резко ухудшилось состояние здоровья. И по словам его матери, Константин Ярошенко находится в преданфарктном состоянии. Сегодня ее сына должны были доставить из тюрьмы в госпиталь для медосмотра. 23 января он вообще загорелся температурой огромной. У него легочно-бронхитный кашель, невозможность дышать. А здесь уже 10 дней болит сердце и огонь горит вообще по лопатку. Знаете, как инфарктный. Тут ничего другого не скажешь. Я напомню, Ярошенко был приговорен в сентябре 2011 года к 20 годам заключения по обвинению в участии в контрабанде наркотиков. К другим темам. Ростовчане жалуются на неубранные свалки и мусор, а жители Заветинского района просят голубое топливо. Почти тысячу обращений за прошлый год обработали общественные приемные губернатора. Они работают уже несколько лет в открытом доступе во всех муниципалитетах. Василий Голубев провел видеоконференцию для каждого из них и высказал свои замечания и требования. Александровки на Кичеване, там нужно посмотреть. Просто там такое ощущение, что там не 10 дней не убирались, а значительно больше. Поэтому прошу сегодня же принять меры. Я завтра это хочу посмотреть, как местная власть отреагирует на эту ситуацию. Большая часть жалоб и предложений относятся к социальной сфере. Так каждый четвертый обратившийся житель Дона интересуется льготами и пособиями. Те проблемы, которые стоят, они известны высшему должностному лицу. Люди знают, что они стоят в программах. К примеру, программа развития восточных районов. Она не секрет для наших жителей. Жители знают, ждут и верят, что там все будет со временем выполнено и сделано. Тематика практически одинаковая. Повторений очень много и так далее по определенным направлениям. Чтобы мы, может быть, подумали, вам доложили о возможности создания единой базы, какой-то учета этих обращений граждан. Чтобы мы ничего не теряли. Ни один человек не должен в стороне остаться. Я добавлю, в этом году к работе приемного губернатора, помимо представителей Донского правительства и депутатов, подключатся омбудсмены и члены общественной палаты. Многие жители в обращениях хотят встретиться лично с главой региона. Василий Голубев заверил, такая возможность вскоре представится. Полгода в разрушенном доме в ожидании помощи. В Ростове жильцы аварийного строения на улице Сеченова получили денежные компенсации на приобретение жилья. Напомню, здание признали подлежащим к сносу в 2009 году. В августе минувшего года одна из стен обрушилась. Жильцы 14-й квартир согласились на расселение, а остальные должны были получить компенсацию. Но процесс затянулся на несколько месяцев. У нас есть, конечно, проблемы, мы прекрасно это понимаем, но в данном случае проблема была такая кричащая, поэтому когда информация до меня дошла, а когда было повторное обращение людей, то вот я посчитал необходимым приехать в это место, как раз совпало с нашими снегами, ветрами и морозами одновременно. После вмешательства губернатора деньги собственникам 23-х квартир были перечислены. Еще за 5 квартир компенсации будут выплачены, как только владельцы завершат оформление документов. А полностью завершить расчет с оставшимися семьями Василий Голубев потребовал до 22 февраля. Продолжив выпуск, почти 50 миллионов рублей заработали двое жителей Батайска на доверчивости сограждан. Потенциальных жертв они находили в интернете. Увидев объявление о покупке оптом продуктов питания или стройматериалов, мошенники связывались с клиентом. Представившись продавцами, они предлагали необходимый товар дешевле рыночной стоимости, присылали фотографии, поддельные документы и требовали предоплату 50%. Затем, получив деньги, меняли номера телефонов. Несмотря на конспирацию, полицейским удалось выйти на след подозреваемых. Во время обыска оперативники изъяли 40 мобильных телефонов, 94 сим-карты и ноутбуки. Как выяснилось, жертвами предприимчивых батайчан стали более 50 коммерсантов из различных регионов страны. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, а уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Революция отменяется. В Сальске попытка свержения действующего атамана округа дошла до прокуратуры. В чем причина конфликта и кому он выгоден? Наш корреспондент Сергей Мирошниченко ознакомился с ситуацией. Журналист пишет «Я такой ловкий, что проскочил по району и не встретился ни с главой, ни с атаманом, ни с кем». Это есть в последней статье. Он это себе вставит в заслугу. А что ж хорошего-то, я не пойму. И почему он побоялся встретиться, например, со мной, как с атаманом? Ведь факты, излагаемые в этой статье, попахивают криминалом. Причем таким серьезным, там, избиением детей. Избиение младенцев – это только часть обвинений в сторону атамана и сальского казачества. Перепалки среди самовыдвиженцев и войсковым казачьим обществом длятся несколько лет. Камнем преткновения, брошенным в огород казаков, стали информационные статьи на сайтах некоторых СМИ. Авторы не жалеют красноречия. Вот эти названия статей, да? Сальск, Бирюлёва-на-Дону. Пишут про меня. Да? Полностью статья. То есть, да, как бы, где Бирюлёва? Что случилось? Что тут такого у нас случилось, что нас сравнили с Бирюлёвым. Казаки возмущены поведением своих земляков. И переворота не хотят. Зато хотят правды. И незамедлительно ее получают. Они в свое время получили в аренду землю. Как казачье общество, взявшее на себя обязательство по несению службы для использования дохода в уставных целях. Так вот, я вам официально заявляю, что со дня моего выбора атаманом округа в середине 19-го года. Ни в одном из мероприятий округа и войска они не участвовали. Казаки уверяют, махать шашкой и рубить с плеча никто не будет. На провокации и открытый конфликт они не пойдут. На расширенном казачьем кругу найдено законное решение. По факту клеветы в средствах массовой информации будет разбираться прокуратура. А для того, чтобы ее не обвинили в предвзятости, заявления подадут в область. Сергей Мирошниченко, Станислав Фоменко. Главное новости.